Итак, пошел очередной день томительного ожидания иранской атаки. Соответственно, уже ждем 12 дней с момента ликвидации Ханей. Атака все никак не состоится. Ни иранская, ни Хизбаллы, ни иранская Хизбаллы вместе взяты. Европа призывает Иран к сдержанности, не атаковать Израиль. Американцы, они как бы тоже призывают к сдержанности, но при этом стянули сюда силы и сейчас направляют дополнительные силы для усиления своей группировки, чьи возможности ударные уже достигли совершенно колоссальных значений. Израиль привел свою армию в состояние готовности пятого уровня. Пятый уровень это максимальная боеготовность вот в преддверии войны. Буквально такой имеется ввиду большой и тяжелой войны. И неожиданная новость, которая в общем не имеет по идее отношения к этим событиям. В израильской армии открылась первая школа операторов FPV-дронов. То, о чем я вот тут в своих эфирах трындел. Много месяцев наконец-то до генералов дошло. Пусть с большим опозданием, но тем не менее, в общем, начали обучать военнослужащих искусству владения FPV-дронов. 12 или 13, смотря от чего считать. От непосредственной дня ликвидации Хании или день после, неважно. В общем, практически две недели уже прошло. Как Ханию грохнули в Тегеране. Иран по-прежнему там угрожает, собирается ответить. При этом, правда, все время оставляет для себя некое такое пространство для маневра. Вот если война в Газе прекратится, тогда мы, может, и не будем атаковать. Отдельно от себя Хизбалла ожидает, ожидает, обещает атаку. Кстати, по поводу Бейрута, скажем так, там большое количество народу покинуло Ливан сейчас в самых разных направлениях, кто куда. Там вообще Ливан потерял колоссальное количество людей за последнее время, вот выехавшими буквально. Остаются там либо самые упоротые сторонники Хизбаллы, либо те, кому некуда ехать. Сейчас в районах, которые не контролируют Хизбалла, развесили такие билборды, огромные рекламные щиты, на которых написано, что мы устали от войны, мы войны не хотим. Типа Хизбалла, давай врубай заднюю, потому что иначе нас тут всех подведешь под монастырь. Это, если так не очень литературно перевести с арабского. Короче говоря, настроения в ливанском обществе такие, надо сказать, панические, упаднические и тревожные. Потому что они же прекрасно понимают, что Хизбалла их в конце концов подведет под монастырь, буквально. Но Хизбалла пока там тоже от себя угрожает, при этом одновременно эвакуируя свои штабы из Дахии. Это пригород Бейрута, где располагается ее опорная база. Там вывозят все вплоть до офисной мебели. Потому что понимают, что когда туда полетит с неба что-то такое израильское, то, что нам дали союзники в том числе, там никакой мебели не останется даже близко. Идет эвакуация полевых командиров, там их рассредотачивают сейчас. И в общем и целом все говорит о том, что Хизбалла тоже к войне готовится. Но как будто бы ее начинать сама не хочет. Она вот тоже, как и Иран, видимо, ищет формулу, как бы вот так вот отомстить за гибель Фуада Шукра. Нанести удар, но как-то очень аккуратно. Среди прочего, кстати, называли попытку ликвидации какого-нибудь высокопоставленного израильского деятеля, там государственного и так далее. Но это не так-то просто. Ликвидировать его там ударом с воздуха у них не получится. Это нужно иметь соответствующие возможности, какие есть у Израиля, каких нет у них. Это нужно иметь абсолютно точные координаты. Это нужно иметь агентуру, которая подскажет, вот как было с Ханей, что вот человек сейчас конкретно в этом месте находится, вот в этой комнате за этим окном. У них таких возможностей нет. Все попытки иранцев тут навербовать агентуру внутри Израиля проваливаются с треском буквально, потому что никто особо не рвется им помогать этим упырям. Поэтому с этим у них проблемы. Другое дело, что атака на израильское дип-представительство за рубежом, на какой-нибудь еврейский объект за рубежом, а не все еврейские объекты ассоциируют с Израилем. Неважно, синагога где-нибудь там, в Бухаресте, не дай бог, конечно, там или, я не знаю, в Сиднее в Австралийском. Это все имеет отношение к Израилю. В 92-м году, если я не ошибаюсь, вот им удался такой крупный теракт в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Они напали на израильское посольство, взорвали там бомбу рядом с ним. И на еврейский общинный центр было очень много погибших. Суд тогда длился вот с 92-го по 24-й год. И только в этом году суд аргентинский признал, что заказчиком этого преступления был Ирана, исполнителем Хизбалла. Но у них тогда были, видимо, другие возможности в Аргентине. В 92-м году с тех пор вот многие вещи поменялись, в том числе и протоколы безопасности, возможности израильской разведки и сотрудничества. Аргентина сейчас вот с учетом нового президента там явно выражает симпатию Израилю. И поэтому вот так вот просто им там провернуть такое не удастся. Так что последний такой, ну условно удачный теракт был, я точно не помню год, несколько лет назад в Бургасе, где террорист-смертник взорвался рядом с автобусом с израильскими туристами. Погибли 4 израильских туриста и водитель автобуса болгарин. Соответственно, больше с тех пор, насколько я знаю, успешных терактов не было. Были попытки. Вот в частности в Турции, когда Эрдоган еще был при памяти, не путал таблетки и мы сотрудничали с Турцией, Турцией с коллаборацией с нашими спецслужбами предотвратили несколько таких вот терактов и похищений. Что касается нашей подготовки, то Томир Бар, это генерал-майор, командующий военно-воздушными силами, отменил отпуска за границу для кадрового состава ВВС. То есть им сейчас нельзя выезжать за рубеж в преддверии атаки. Они все понадобятся. Причем неважно, кто это, техники, наземный персонал, имеется в виду там какие-нибудь офицеры разведки, наводчики и так далее, летчики, штурманы, не имеет значения. Все сейчас остаются в Израиле. Тех, кто находится за границей, срочно вызывают обратно, потому что ВВС будет нести на себе основную нагрузку по обеспечению ответного удара, что по Хизбалле, что по Ирану буквально. В армии введен, как я уже сказал, пятый уровень готовности, наивысшие, максимальные, в том числе и в Северном военном округе, потому что есть очень большие опасения, что Хизбалла попытается прорваться через границу. Для них это будет очевидной картинкой победы. Если они там захватят даже пустой израильский кибуц где-нибудь на границе, сожгут пару домов и воткнут там свой флаг этот, то для них вот с медийной точки зрения это будет победа. Поэтому тут Северный военный округ сейчас особенно тщательно к этому готовится. Оружие продолжает поступать, как я уже говорил, мой подписчик меня об этом регулярно информирует, привозят много всего, уже понапривозили много всего такого тяжелого и интересного. Американцы в свою очередь продолжают переброску сил на Ближний Восток. Вот Пентагон велел ускориться авианосной группе Авраама Линкольна, она уже приближается к району выполнения боевой задачи и перебрасывают сюда сейчас атомную субмарину Джорджия. Это не ракетоносцы стратегические с баллистическими межконтинентальными ракетами, это не класс Лос-Анджелес многоцелевые, предназначенные там для действий против надводных кораблей или для охоты за другими подводными лодками. Это вот американцы создали путем модернизации такой класс подводных лодок, которая несет на себе больше 150, там в различных вариантах 154-157 крылатых ракет. Ну, как правило, это ракеты Томагавк подводного пуска, то это, прямо скажем, очень сильно увеличит ударные возможности американской группировки, которые так уже достигли абсолютно колоссальных величин. Десятки кораблей, ракетные крейсеры, эсминцы, два авианосца, еще два где-то на подходе, плюс эти корабли вот класса ОСП, то есть, которые вроде как раньше числились вертолетоносцами, ну, десантный корабль штаб, на нем же базируются морские пехотинцы, находятся, он может перебрасывать подразделения морской пехоты, но американцы постепенно заменили часть вертолетов на самолеты F-35 вертикального взлета и посадки, создав такой вот промежуточный класс кораблей между вертолетоносцами и авианосцами, нечто такое посередине, такой плавучий аэродром казарма морской пехоты, он же штаб, он же там еще бог знает что, то есть, таким образом, при наличии F-35, даже вертикального взлета и посадки, ударные возможности этих кораблей очень резко возросли, и вот сейчас сюда еще отправляют и подводную лодку, да куча с крылатыми ракетами, всего этого, даже если Израиль вот убрать из этого уравнения, хватит, чтобы снести и Иран, и Хизбалу, и вообще всех тут по периметру буквально, но американцы все же надеются на то, что удастся эскалации избежать, так, во всяком случае, такие они вот транслируют настроение. Что касается Европы, там, как всегда, вот с одной стороны, те же британцы, например, они привели в максимальную боеготовность свою авиацию на Кипре, это две базы, Акротири и Дилакия, с другой стороны, они подписали такое совместное обращение, это Британия, Франция и Германия, к Ирану с просьбой не атаковать Израиль. То есть, давайте, как бы, не будем допускать эскалации. Я не знаю, зачем они это делают, то ли это, как бы, вот, как бы, так сказать, последний шанс дают, то ли это, вот, все продолжается пребывание в этом мире розовых пони, как будто на Иран это что-то может, вот, как-то повлиять и оказать, как сказать, оказать воздействие на их систему принятия решений. При том, что там старый больной этот, выживший из ума, Итала, принимает, значит, решение атаковать, не атаковать. Ему уж терять-то точно совершенно нечего. Если нужно спалить Иран в топке этой войны, он ее спалит вообще не думая ни разу. Поэтому это такой момент довольно странный для меня. С другой стороны, вот, например, Бельгия тоже обратилась там со своей стороны к Ирану, тоже с просьбой не допускать эскалацию, пообещала вести санкции. Но не против Ирана, как вы, наверное, успели подумать, а против Израиля. Не нападайте на Израиля, мы сейчас против него введем санкции. Непонятно, правда, какие, но тем не менее. То есть, в этом смысле бельгийцы демонстрируют уж совсем странный подход. Короче говоря, европейская дипломатия там вот бьется в корчах и судорогах, пытаясь, значит, уберечь регион от войны. Что касается даты, вот тоже важный момент. Сегодня вечером наступает вот этот день траура, день разрушения первого, второго Иерусалимского храма в так называемый Тайшабе-Ав, девятое Ава. Вот он будет сегодня, выпадает с 12 на 13. Учитывая некоторую такую склонность иранцев, как и всяких там, значит, как склонность всех диктаторских режимов к символизму, могут начать и сегодня тоже. Но тут пока не поступало никаких абсолютно, как бы, так сказать, индикаций. И не поступало, самое главное, сигналов от нашего командования тылом, от нашей армии. Они обещают предупредить. То есть, они в тот момент, когда иранские ракеты начнут взлетать, мы получим об этом уведомление, начнут звучать сигналы тревоги, пойдем в убежище, а армия приступит, там, засучив рукава, значит, к нанесению ответного удара. У меня вообще складывается такое ощущение, что в этот раз не будут ждать, к какому ущербу приведет иранская атака. То есть, дождемся, пока они прилетят, отобьемся, посмотрим, пыль осядет, посчитаем ущерб, тогда будем решать, нападать или нет. Я не знаю, как по мне, лучше уж сразу, вот в тот момент, когда иранские ракеты полетят в сторону Израиля, поднимать воздух самолеты и начинать окучивать Иран. Дай бог, союзники помогут и отбиться, и разобраться с Ираном, и таким образом можно решить вот такую вот просто основополагающую проблему безопасности Ближнего Востока, это раз, и одну из основополагающих проблем в мире, и заодно одно из звеньев вот этой вот оси зла выдрать уже, наконец. И я вас уверяю, что если Иран из этой сети, как бы, сети оси зла подвыбить, то и Россия там сильно присмиреет и хвост-то подожмет в Украине, потому что лишиться такого вот верного и надежного союзника, как Иран. Хотя верность и надежность этого союзника, как по мне, очень сильно преувеличены. Что касается ситуации внутри Израиля, то вот у нас случился теракт в Орданской долине. Это место, вот которое, вот эта трасса 90 вдоль Орданской границы идет, и вот туда примыкает, в том числе к Мертвому морю. Там у нас довольно протяженная, если я не ошибаюсь, это самая протяженная сухопутная граница, но террористы не проникли оттуда, это были террористы с палестинских территорий. Они расстреляли две машины, в одной парень получил ранения осколочные, видимо стеклом разбитым поцарапало, а в другой парень погиб. Молодой совершенно пацан, вот только-только обручился со своей девушкой, только демобилизовался, 4 месяца как демобилизовался из армии, служил в Маглане, вот в спецназе, и погиб, к сожалению. Он из Бейтшана, если я не ошибаюсь, опять же, идут поиски, ищут. Вообще, Орданская долина довольно долго считалась местом таким относительно спокойным. Основные события были в Иудее и Самарее, а там плюс-минус как-то все было тихо, спокойно. Это вот 90-я дорога, перекресток Лидо, налево это в сторону, соответственно, Бейтшана, направо это в сторону Эйлата и Мертвого моря, отелей Мертвого моря. И вот что-то в последнее время там какая-то активность отмечается. Там много израильтян ездит, там много поселений очень находится, населенных пунктов и так далее. В общем, короче, неприятная история. Но еще более неприятная история заключается в том, что через Иорданскую границу лезут тучами просто нелегалы, тучами. В этом году только 4 тысячи человек проникли. Преимущественно, это не террористы, конечно. Это жители вообще Шри-Ланки, каких-то подобных стран, даже граждане Молдавии пытаются проникать. Там есть такая сеть своего рода. Они приезжают в Иорданию, добираются до границы, их переводят через границу, передают здешним посредникам, и те их увозят куда-нибудь в центр страны на работу. То есть эти люди проникают в поисках работы, но там, где есть дырка в заборе, и там, где может проникнуть нелегал в поисках работы, там может проникнуть террорист. Вот в этом проблема. Там есть бригада территориальная, которая отвечает за эту границу, но протяженность высокая, напряженность высокая, и этого не хватает. И вот сейчас в армии приняли решение, судя по всему, будут там разворачивать территориальную дивизию, в составе которой будет несколько бригад, будут дежурить дроны регулярно, потому что иорданская граница вроде считается спокойной, с Иорданией у нас более-менее все нормально, но тот факт, что за Иорданией находится Ирак, который уже под контролем Ирану полностью, он говорит о том, что они эти попытки оставлять не будут, поэтому это направление нужно будет прикрывать. Такая неприятная история. Что касается войны в Газии, боевые действия там продолжаются, армия продолжает в основном в Рафехе и Хан Юнесси, и сделка, судя по всему, под вопросом, потому что Хамас опять начал выкатывать новые условия. CNN, вот в частности, американский телеканал, дописался до того, что оказывается это Синвар хотел сделку и мира, но Хане и Нетаньягу ему мешали. Это просто вообще, вот в каком вообще мире они там живут, в этом CNN. Если прочитать внимательно этот материал, CNN, вот я еще раз говорю, это поразительно вообще просто падение стандартов журналистики вот до уровня городской канализации Нью-Йорка, буквально, если не ниже. 7 октября что-то такое там случились, какие-то неприятности в Израиле? Откуда-то взялись заложники в Газии? Поэтому нужно договориться, прекратить войну. Синвар он хочет мира и сделки. Хане этому препятствовал и Нетаньягу что-то хранит в молчании. При том, что у нас в правительстве говорят, наши условия вот такие. Они были согласованы с американской администрацией и согласованы с Хамасом. А Синвар сейчас начал выкатывать новые, ну, преимущественно, касающиеся немедленного вывода израильских войск из Газы, особенно из коридора Филадельфия. Поэтому сделка, к сожалению, вот сейчас повисла в воздухе, что называется, и находится под вопросом. И все опять вот Европа и Штаты, и все говорят, давайте, 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 заключайте быстренько сделку. И тогда не будет войны с Ираном, не будет войны с Хизбаллой, будет вообще тут мир и благоденствие. Не будет тут ни мира, ни благоденствия, пока есть Иран с его агрессивными устремлениями и стремлением уничтожить государство Израиля. Пока будет Хизбалла. Монстр, которого вот Иран надувал и выращивал возле наших границ. И пока мы тут будем чесаться, да, и все ждать, когда вот, значит, тут придет кто-то и все это дело разрулит. Так что, в общем, в сухом остатке боеготовность максимальная. Изменений в инструкциях командования тылом пока не было. Американские силы, собранные здесь, готовы не только к обороне Израиля, но и к атаке. И это, в общем, транслируется в Иран буквально напрямую. Очередная дата, это сегодня вечером с 12 на 13 августа. Но это совсем не факт, таких дат уже было с десяток примерно. Ждем, война в Газе продолжается. Если что-то вдруг случится, традиционно говорю, запишем в неочередное видео. Спасибо, что смотрите. Всем пока.